Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на шестом и последнем этаже нашего огромного шестиярусного склада. Здесь у нас вентиляторы, радиаторы, торпеды, усилитель бампера, также есть «ноускаты». Напоминаем, что «ноускаты» – это отпил передней части автомобиля. Все это может стать вашим, если вы позвоните в компанию «АвтоСтронг-М», где отличные цены и быстрая доставка. Прямо сейчас в разборку уйдет небольшой моторчик Chevrolet Coloss B12 S1. Встречаем! Одна и двухлитровый двигатель под логотипом ST, который устанавливали на автомобиле Deo, ведет свою родословную от маленького трехцилиндрового двигателя японского для Suzuki Alta. На его основе корейцы сделали четырехцилиндровые двигатели объемом 1.0 и 1.2. Это максимально простые двигатели. Один распредвал, чугунный блок, ременной привод ГРМ. Клапаны регулируются по японской схеме. Здесь нет гидрокомпенсаторов. Также в данный двигатель была добавлена система EGR. Одна и двухлитровый восьмиклапанный двигатель устанавливали на Chevrolet Aveo. Также на модели Deo. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с европейского Chevrolet Coloss. Двойник Chevrolet Aveo Coloss по-гречески красивый. Ресурс двигателя B12 S1 довольно приличный, но ГБЦ может преждевременно выйти из строя. Об этом мы подробно расскажем далее. Датчики положения коленвала и распредвала на двигателях B12 S1 служат хорошо и долго, но по ним тоже могут появляться ошибки. При этом двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. В этом случае может помочь снятие датчиков и протирка их от металлической намагнитившейся пудры. Естественно, наличие пудры либо металлической стружки в датчиках – это признак глобального износа. Об этом мы подробнее расскажем. При нормальной эксплуатации данного двигателя при пробеге в 100-150 тысяч километров может возникнуть течь масла по переднему сальнику коленвала, как в данном случае, либо же по клапанной крышке. По клапанной крышке здесь все хорошо. Но если течи масла обнаружились ранее, то двигатель явно имеет проблемы с клапаном системы вентиляции картерных газов. Ну а сегодня в разборе данного малыша нам будет помогать опытнейший механик. Встречаем Николай. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на двигателе B12S1 соединена с педалью акселератора тросом. Как такового регулятора холостого хода здесь нет, поэтому за открытие дроссельной заслонки на холостом ходу отвечает сервопривод. В этом сервоприводе обламываются зубья у шестерен. Тогда двигатель ведет себя по-разному в зависимости от того, сколько зубьев обломано. Либо нестабильно работает на холостом ходу, либо глохнет сразу после запуска, либо не заводится без нажатой педали акселератора. Данный узел можно починить, подобрав подходящие шестерни. Ресурс катушки зажигания на моторе B12S1 примерно 70 тысяч километров. Данная катушка может преждевременно выйти из строя из-за возросших нагрузок, вызванных износом высоковольтных проводов и свечей. Тогда появляются пропуски зажигания и соответствующие ошибки. Менять катушку надо с высоковольтными проводами и свечами. В данном случае у нас двигатель с алюминиевой клапанной крышкой. Здесь система вентиляции картерных газов устроена максимально просто. При закрытой дроссельной заслонке газы идут вот по этому каналу. А когда дроссельная заслонка открыта максимально, то газы идут вот по вот этому каналу. Также есть вариант исполнения данного двигателя с пластиковой клапанной крышкой. Так вот, там есть проблемка. В сильные морозы может замерзнуть конденсат, и тогда в системе вентиляции картерных газов будет очень большое давление, которое может выдавить и сальники, и щуп. Чтобы этого не случилось, надо закупорить трубку, идущая от клапана вентиляции картерных газов ко впускному коллектору. Причем надо закупорить и саму трубку, и отверстие в патрубке. В таком случае морозный воздух не поступает в трубку, а газы во впускной коллектор попадают по основному, то есть короткому пути в задроссельное пространство. Такое улучшение надо проводить зимой. В таком исполнении с алюминиевой крышкой здесь нет клапана вентиляции картерных газов, поэтому отток газов отрегулирован диаметром вот таких трубочек. А вот с пластиковой клапанной крышкой здесь, естественно, установлен клапан вентиляции картерных газов, которым могут случиться две неприятности. Первое, это клапан начнет пропускать воздух, который попадет в впускной коллектор за дроссельной заслонкой, и тогда двигатель будет держать нестабильный холостой ход, а также обороты могут быть завышены. Также этот клапан может заклинить, и тогда давление в картере очень сильно возрастет и выдавит все сальники. Также воздух во впуск может попадать из-за трещинок вот в этой трубке. Эта трубка системы рециркуляции отработавших газов. А вообще, по этой трубке отработавшие газы идут во впуск. Клапан EGR на двигателе B12S1 буквально приделан головке блока, о чем говорит балкон, на котором он установлен. Условно говоря, данный клапан забирает отработавшие газы у четвертого цилиндра. Этот клапан EGR на 8-клапанном двигателе очень просто глушится установкой прокладки на канал отработавших газов. Обычно с этим клапаном никаких проблем не возникает. Зато почти на всех двигателях B12S1 приходилось снимать кронштейн и клапан для замены двух прокладок. Внимание заслуживает вот эта восьмеркообразная прокладка, которая установлена на канале подачи. Дело в том, что на заводе она была установлена со смещением и, естественно, прогорала. Отработавшие газы попадали наружу. Об этом владельцы узнавали по пшиканью и цоканью. Эту прокладку меняли по гарантии. Но многие владельцы автомобилей с данным мотором встретились с этой проблемой уже после окончания гарантийного срока. Топленные форсунки на двигателях B12S1 могут засориться. О чем говорит нестабильный холостой ход, а также затем рывки при разгоне. Эти форсунки неплохо чистятся. Двигатель B12S1 не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому проверять и регулировать тепловые зазоры надо каждые 15000 километров. Зазоры регулируются максимально просто с помощью гаечного ключа и отвертки. Номинальное значение зазоров впускных и выпускных клапанов на холодном моторе 0,15 и 0,2 миллиметра плюс-минус 0,02 миллиметра. В большинстве случаев регулировки тепловых зазоров нуждаются выпускные клапаны. Если зазоры слишком далеко ушли, то тогда двигатель дергается на холостом ходу и выстреливает через выхлопную трубу. Единственный распредвал находится под двумя осями коромысел. Как мы видим, в данном моторе масло меняли нечасто и оно уже больше походит на гуталин. Напомним, что все моторы, которые мы разбираем в наших разборках, не прошли суровый и строгий контроль качества от компании «АвтоСтронг». Ремень ГРМ на данном двигателе надо менять каждые 60 тысяч километров. Причем надо ставить только качественное изделие, потому что некачественное может порваться, и тогда поршни и клапаны встретятся. Помпу рекомендуют менять каждую вторую замену ремня ГРМ. Состояние ГБЦ нормальное, потому что этот двигатель, по всей видимости, работал не на бензине, а на моторном масле. Масло плохо горит и поэтому ложится вот таким слоем в камеры сгорания в ГБЦ. Двигатель B12S1 при пробеге 60-100 тысяч километров начинал работать с посторонним металлическим хрустом, либо скрежетом. Этот звук появлялся от сухого трения распредвала у рокера. Как мы знаем, на сухую это плохо. Происходило это из-за того, что засорялся канал подачи смазки к парам трения ГБЦ. Диаметр жиклера 0,8 миллиметра, в некоторых случаях 1,2 миллиметра. Этот канал легко засоряется частичками закоксовавшегося масла и иным мусором в масле. После этого смазка в ГБЦ прекращается, хотя давление масла будет в норме. В лучшем случае надо будет поменять рокеры и распредвал, а в худшем случае целую ГБЦ, если распредвал приварится к опорам. Если владелец или сервисмен не знают о такой особенностью двигателя B12-S1 и просто могут поменять распредвал и рокеры, то новые детали тоже будут работать без смазки на сухую. Чтобы полностью устранить эту проблему, надо снять ГБЦ. Тогда появится доступ к жиклеру в масляном канале и просто прочистить этот канал. Но знатоки советуют, что нужно лучше рассверлить этот канал до диаметра 1,5-2 миллиметра, чтобы предотвратить засорение в дальнейшем. Менять масло в данном двигателе надо каждые 10 тысяч, чтобы не произошло засорение данного канала. О состоянии цилиндров. Хон присутствует, также присутствуют потертости на стенках цилиндров, сильный нагар на донышках поршней. И отметим, что очень легко вращается коленвал на данном двигателе. Поршни полноразмерные, с удлиненными юбками. В шатунах есть маслофорсунки. По состоянию полный трэш. Даже высокие маслосъемные кольца неподвижны и закоксованы. Естественно, износ на шатунных вкладышах и на коренных. На коленвале борозды, которые ощущаются на ощупь. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали маленький, надежный мотор. Не забивайте на масляный сервис. Такой мотор у вас будет ходить много тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Обязательно скачайте наш стикер пак в Telegram. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».